Мы живем среди людей по правилам и нормам, установленным государством. Их огромное множество. Но я решил подробнее остановиться на одном важном для всех детей мире документе – конвенции. Арина Носенко работала над своим проектом полгода. Вместе с научным руководителем пятиклассница раскрыла тему «Нарушение прав ребенка в сказках», взяв в качестве примера Карлика Носа. Арина поняла, что сказки – это не только интересные истории, но и материал для изучения прав детей и взрослых. Главное – анализировать поступки персонажей. Члены жюри единогласно присудили школьнице первое место. Я подумала, что многие просто так читают сказки и не задумываются, что в сказках нарушаются права персонажей, в частности детей. Я хотела передать своей работе, что нужно проводить правовое воспитание с самого раннего детского возраста для того, чтобы любой ребенок мог в любое время знать, как защитить свои права, мог отстоять. Победители были отобраны среди 18 участников в двух категориях. По словам организаторов, в этом году количество спикеров увеличилось на 5 человек. Баллы присуждаются по нескольким критериям – актуальность работы, логичность, а также умение сделать выводы. Слабых работ у нас нет. Действительно, все работы довольно серьезные и требующие большой подготовки, особенно больших знаний. Поэтому ребята, которые пришли сегодня – это звездочки. Мы их поддерживаем. В течение месяца будут определены победители по 13 предметам – биологии, языкознанию, физике, математике и другим направлениям. Их работы будут отправлены в Краснодар для участия на краевом этапе конференции. Никита Бойко, Ксения Сипко, Руслан Душевский, Анапа-регион.